Около четверти занятого в экономике населения работает в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Помимо этого, Ростовская область в передовиках в продвижении интернет-торговли. Отчет Департамента потребительского рынка Ростовской области накануне принял губернатор региона Василий Голубев. О успехах за прошедшие пять лет и задачах до 2024 года мы сегодня и поговорим. Тем более, что у нас в гостях Ирина Тиларова. Ирина Тиларова окончила Ростовский государственный экономический университет. Окончила Ростовский государственный университет. С 2007 по 2011 работала на различных должностях в Министерстве экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей Ростовской области. С 2011 по 2015 замещала должность заместителя директора Департамента потребительского рынка Ростовской области. С 2015 года директор Департамента потребительского рынка Ростовской области. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с основных показателей отрасли потребительского рынка и каков ее вклад в этой отрасли вообще в экономику региона. Действительно, отрасли, которые курирует департамент потребительского рынка, вносят весомый вклад и формируют практически 20% валово-регионального продукта. Около 30% — это налоговые отчисления, которые уходят в бюджеты разных уровней от деятельности предприятий сферы потребительского рынка. Если говорить об итогах 2019 года, то у нас есть три показателя, которые характеризуют стабильность отрасли и вообще характеризуют ситуацию в экономике в целом, потому что потребительский рынок — это некая лакмусовая бумага в состоянии экономики региона и благополучия населения нашего региона. Так вот, за 2019 год розничный товарооборот, один из основных показателей, составил почти триллион рублей, но, если быть точнее, это 976 миллиардов рублей. Это рост по сравнению с прошлым годом почти на 2%. Оборот общественного питания у нас составил в абсолютном выражении 42 миллиарда рублей. Здесь рост был значительно выше, порядка 3-4%. И объем оказанных населению бытовых услуг у нас составил 50 миллиардов рублей, что выше аналогичного показателя предыдущего периода почти на 8%. Это действительно серьезные показатели и существенный рост даже выше, чем в среднем по России. Я так понимаю, что вот такие значительные показатели, они наверняка связаны с ростом инвестиций. Какие крупные инвестпроекты реализовывались в Донском крае в последние годы в сфере именно потребительского рынка? С учетом того, что у нас было подведение итогов за 5 лет, то за 5 лет порядка 70 миллиардов у нас составил объем инвестиций по отрасли потребительского рынка. За 2019 год это был показатель в районе 16 миллиардов рублей. И мы с вами можем видеть, как появились новые логистические комплексы, новые торговые центры, торгово-развлекательные центры крупные. Это такие, как Леруа Мерлен, это такие, как торгово-развлекательный центр Парк. Это логистическое предприятие класса А, северокавказского логистического предприятия. Это крупное предприятие логистическое, как продуктовая, так и промышленная группа товаров FM Logistics. И абсолютно новая для нашего региона концепция развития придорожного сервиса, как мы его называем. Это многофункциональные зоны придорожного сервиса. Они открыты были в этом году в Красносулинском районе. В этом году планируется открытие еще одной только многофункциональной зоны. Это на трассах? Да, придорожный сервис, да, вдоль федеральной трассы М4 Дон. То есть это то, чего не хватает нашим гостям, туристам, проезжающим по территории Ростовской области по федеральной трассе. Это зоны сервисов, которые включают в себя как гостиничные услуги, услуги автозаправочной станции. Это, конечно, организация общественного питания разных форматов. Это возможность остановиться и в случае, если какая-то неисправность автомобиля, это услуги автосервиса, автомойки. То есть все это сконцентрировано в одном центре, абсолютно цивилизованном, по доступным ценам, что очень важно. И вот такие, как мы называем, зоны притяжения для наших туристов и гостей, они могут являться тем драйвером для того, чтобы люди как останавливались у нас в регионе, так и изъявили желание, может быть, остаться и передумать даже, посетить там конечную точку, провести там свой отдых в Ростовской области, например. Такие же зоны открыты в Матвеево-Курганском районе, компания Белойл, но там несколько иное назначение этой многофункциональной зоны, поскольку приграничная территория больше нацелена на тех, кто осуществляет перевозку грузов для людей, которые осуществляют переход приграничной территории. То есть это тоже очень важный элемент придорожного сервиса и ощущение комфорта наших жителей и гостей региона. В последующие 2-3 года у нас будет открыто еще 3 таких многофункциональных зоны придорожного сервиса на территории Каменского и Миллеровского района вдоль автомагистрали М4ДОН. Ну, смотрите, мы когда говорим о потребительском рынке, само собой в голове всплывает, что это торговля. Плюс учитываем, что Ростов — это купеческий город, и мы от этого никуда не денемся. Как развивается именно сфера торговли сейчас в нашем регионе? Можно ли сказать, что она на подъеме? Конечно, торговля у нас развивается достаточно активно и является драйвером вообще всей сферы потребительского рынка. У нас насчитывается порядка 45 тысяч торговых объектов разных форматов, начиная от крупных гипермаркетов, супермаркетов, форматов стационарных магазинов обычных, форматов нестационарных ларьков, палаток, киоски, рынки, ярмарки и мобильные объекты торговли. По всем этим каналам и форматам торговли показывают свой рост показатели, и, безусловно, мы в этом направлении и дальше будем развиваться. Последние два года показывает свой активный рост электронная коммерция, то, что мы называем интернет-торговли. Вы знаете, что в наш регион первый такой marketplace зашел в 2018 году, это был Яндекс.Маркет. И сегодня у него достаточно серьезная конкуренция в виде других операторов. Это и Wildberries, это и Storm City, наш региональный интернет-маркетплейс. Это и буквально новый появившийся еще один оператор. Пока не буду его озвучивать. Он буквально на днях должен зайти на площадки Ростовской области. Что говорит о том, что наше население активно. Активные пользователи этих услуг. Потому что действительно сегодня все экономят и время, и деньги. Сейчас вы внесли немного интриги. Да, интриги. Но это приятная интрига, потому что наша с тобой, в частности, жизнь станет лучше. И удобнее. Я очень активно пользуюсь именно электронными носителями. И очень мне нравится то, что действительно можно это внедрить в свою повседневную жизнь, не выходя из дома совершить покупки. Я думаю, что многие жители региона нашего тоже оценили данные возможности и будут рады видеть новых участников рынка у себя в телефонах и компьютерах. Есть еще одна важная сфера, которую курирует возглавляемый вами департамент. Это сфера общественного питания, быстрого обслуживания. Нужно отметить, что на сегодняшний день этот сегмент развивается достаточно быстро и уверенно. И, естественно, ритм нашей с вами повседневной жизни диктует определенные условия. Многим просто некогда готовить дома, кто-то это не любит делать. Или зачастую проще вызвать, например, мастера домой, если что-то вдруг сломалось, нежели делать это самому. Или мне легче отнести вещь куда-то в мастерскую, где мне ее зашьют, и я не буду этим заниматься дома, тратить свое время, я займусь тем, в чем я профессионал. И многие доверяют профессионалам, профессиональным поварам, кондитерам, швиям и так далее. Есть ли такие профессионалы в Ростовской области? И насколько наш рынок сегодняшний насыщен предложениями? — Действительно, любой показатель — это все равно цифры. Поэтому я сначала начну с них. У нас в сфере общественного питания насчитывается более 6500 объектов общественного питания. Сфера бытового обслуживания — это химчистки, прачечные, предприятия бьюти-индустрии, это салоны, это косметология, это ногтевой сервис, это разного рода услуги сферы бьюти-индустрии, это автосервисовые услуги, это услуги по пошиву обуви, ремонту, ателье и так далее. Их насчитывается у нас больше 14 тысяч. Безусловно, люди, которые работают в этой сфере, профессионалы, которые, скажем так, трудятся и в сфере общественного питания, и в сфере бытового обслуживания, вынуждены, должны и обязаны идти быстрее времени. Иначе они не будут вообще осуществлять свою деятельность на рынке, не будучи профессионалами. Потому что спрос нашего населения, потребность нашего населения, требования нашего населения к этим видам услуги, как к торговле, как к общественному питанию, так и к бытовому обслуживанию, он растет очень быстро и, может быть, даже быстрее, чем иногда предложения. Вот здесь очень важно быть профессионалами своего дела, идти быстрее, чем само время, которое продиктовано спросом потребителя. И наша задача здесь — работать непосредственно с профессиональным сообществом по повышению уровня сервиса, по повышению вообще ассортимента даже услуг, которые оказываются на потребительском рынке региона. И, конечно, соответствовать тем трендам, о которых вы говорили. Сегодня все больше развивается тренд питания вне дома. И это действительно развивается в различных форматах, как путем нестационарных общественного питания объектов, так и путем появления новых интересных концепций мобильной торговли, фудтраков. Разных объектов, которые позволяют очень быстро накормить и напоить, в хорошем смысле слова, нашего потребителя. Причем различные категории, как студенческая среда. То есть для них есть своя категория, абсолютно качественно хорошее питание. И здесь, безусловно, нельзя не расти профессионалам, которые готовы и предложить концепцию, и предложить тот вариант и ценовой, и, скажем так, вид, и ассортимент продукции, которые вы можете приобрести. Это развитие кулинарии различного направления, где вы можете заехать после работы и купить все, что вы хотите абсолютно по тем же рецептам и в том же виде ассортименте, который, может быть, вы могли бы приготовить дома. То есть этот формат тоже очень активно развивается и востребован. Это кулинарии в различных супермаркетах, гипермаркетах. Это тоже одно из важных направлений, потому что сегодня классика объекта торговли в виде гипермаркета и супермаркета, она не выживет без этого сервиса. То есть сегодня мы видим, что все больше расширяется эта категория ассортимент товаров. И, безусловно, наша задача здесь стимулировать наших профессионалов расти, приумножать в сервисе, потому что это одно из важных направлений. Мы все-таки торговый город. Мы город, где достаточно активно в последние годы заявляем о высоком уровне сервиса. И мы точно не имеем права снижать планку, а должны ее только наращивать. И мы проводим из года в год ряд мероприятий, которые направлены на повышение уровня сервиса, на популяризацию профессий, внедряя разные социальные проекты и конкурсы профессионального мастерства. В этом году впервые будет проведен конкурс концепции профессий, названия лучшего в сфере бьюти-индустрии, в сфере услуг автосервиса, в сфере услуг по пошиву одежды, в сфере услуг по пошиву обуви и ремонту обуви, в сфере торговли разных форматов, в сфере организации лучшей ярмарки, лучшего рынка, лучших объектов нестационарной торговли и лучших объектов мобильной торговли. Такого рода мероприятия, поверьте мне, стимулируют предприятия, в том числе наряду со спросом населения, стимулируют, конечно, идти в ногу со временем и быть лучшими. Ирина, в связи с этим вопрос. В Ростове мы видим, что все активно развивается, но у нас есть область, и там для многих людей, будем реалистами, они только открывают для себя какие-то двери, этапы. Для них тот факт, что им могут привезти несколько видов одежды в какой-то пункт, где можно померить и заплатить за то, что тебе понравилось, до сих пор в новинку для многих категорий граждан. Как развивается именно в области эта история? Потому что наверняка там ярмарки просто потрясающие, потому что есть значительно больший выбор где-то. В любом случае область в чем-то выигрывает. А в чем-то проигрывает. И мне кажется, что область проигрывает именно в этих показателях качество сервисов, качество мастеров, потому что сложно конкурировать. И возможно ли, что в ближайшее время будут созданы какие-то условия, которые позволят областным мастерам, областным специалистам подтянуться? На самом деле вы абсолютно правы в том, что как только человек чувствует, что его профессионализм вырос, он стремится в центр. Оставляю, потому что у нас же много примеров, когда человек вырос в глубинке. Соответственно, здесь проблема, наверное, все-таки не сферы потребительского рынка, а вообще создание условий в сельской местности. Это вообще отдельная тема, отдельная программа, которая существует о том, чтобы у нас население оставалось в сельской местности, сделать там уровень жизни комфортным. И, конечно, мы здесь видим свою роль в повышении привлекательности роста именно в конкретных сельских территориях, потому что, например, развитие той же мобильной торговли, оно свою роль несет в городских округах, потому что мобильная торговля в городе, и она наполняет несколько городской облик своими малыми интересными формами, обеспечивая питание вне дома или так называемый фастфуд, хотя у нас очень хорошие проекты фастфуда здоровых привычек. А сельская местность в этой части, например, она несет немножко другую функцию, задачу. Но там, возможно, это не так востребовано просто, если мы говорим о мобильных каких-то... У нас, да, нет, это востребовано. Объясню, почему. Потому что, например, стационарный магазин, который вот он, его построили, на одном месте он стоит, в него вложено достаточно средств, и организовать там традиционную торговлю, да, с большим ассортиментом, это просто невыгодно, потому что там категория граждан, во-первых, населения недостаточно, во-вторых, окупаемость этого проекта практически нулевая. Именно поэтому мобильная торговля в сельской местности несет другую функцию. Когда он сегодня приехал на свои автолавки, есть уже разработаны графики осуществления такого вида деятельности, и он действительно несет, вот этот мобильный объект торговли несет с собой социальную функцию. То есть ему нужно обеспечить население продуктами хотя бы первой необходимости. Поэтому мобильная, например, торговля в городе и в селе — это разные вещи. И вот в сельской местности наша задача сделать комфортным уровень жизни. Вы наверняка слышали, что есть проект организации ФАПов, как дополнительные возможности обследования и, скажем так, лечения. То есть есть проекты-библиобусы, это дополнительная возможность для граждан получать какую-то информацию и пользоваться даже литературой соответствующей. И вот есть, скажем так, такая идея, которую сегодня озвучивал губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев — объединить вот эти всевозможные сервисы для жителей сельской местности и привлекать в сельскую местность посредством объединения вот этих сервисов, в том числе торговли, возможности бытового обслуживания и организации общественного питания. Почему нет? То есть вот на базе вот этих сервисов организовать такую, скажем так, возможность для жителей сельской местности. Отличная идея, потому что... Это будет удобно. Потому что хочется, чтобы наши жители, которые приезжают, и наши крупные торговые центры, гипермаркеты, они просто приезжают иногда на целый день, как на прогулку. И хочется, чтобы... Для них это не было в новинку и праздникам, хочется, чтобы это было их повседневностью. Ну, я думаю, что всему свое время, и мы движемся в сторону улучшений условий в сельской местности, для этого и разработано очень много программ. На самом деле, торговые центры, если мы с вами даже посмотрим пять лет назад, даже проектов не было для реализации крупных торговых центров в сельской местности. Сегодня крупные торговые центры начинают уходить пока в небольшие города, но я думаю, что перспектива, да, мы уйдем, пусть не такими форматами, как у нас, там, да, больше, там, 150 тысяч квадратных метров, но они меньшими форматами, но именно с сервисами торгово-развлекательного центра, потому что люди приходят, как правило, вы правильно заметили, в торговые центры сегодня это досуговые мероприятия, это предприятия, организации, да, потому что там предоставлен сервис и кинотеатры, и возможность, там, тоже химчистки, и возможность покупки, совершения как продовольственной, так и непродовольственной группы, и разных сервисов, в том числе детские центры, парковые зоны, то есть это действительно востребовано, и сегодня важно этим форматом идти в территории. У нас есть сегодня несколько проектов в рамках инвестиционного развития деятельности разных территорий, и в небольшие города, которые у нас до 100 тысяч, они уже идут, торговые центры, пусть они не так быстро развиваются пока, но эти сервисы, они есть, будут, и я уверена, что в перспективе, в более, там, еще менее насыщенное наше население, муниципальное образование, вот какие-то форматы торговых центров, они уйдут. Ну, сейчас я предлагаю перейти немного к другой теме, именно к теме алкогольной продукции. У нас в регионе исторически сложилось, что виноделие — это вот наш, скажем так, донской вид, да, в конце прошлого века он переживал небольшой спад по определенным политическим причинам, в которые углубляться сейчас мы не будем, но с конца прошлого века прошло уже достаточно времени, есть ли у нас какие-то результаты в развитии, в продвижении виноделия на дону, в возрождении, если можно так сказать. Да, действительно, очень интересная отрасль, очень непростая, потому что виноделие нельзя рассматривать как коммерческий проект, к сожалению, да, те, кто занимается выращиванием винограда и тем, кто осуществляет его переработку, производство и розничную продажу, конечно, должны пройти определенные этапы, это длинные инвестиции, но вместе с тем с 2015 года виноградорская виноделическая отрасль нашего региона развивается путем кластерного типа. Что это значит? Это значит кооперация всех производителей, заинтересованных участников и хозяйствующих субъектов в реализации одного интересного проекта под названием «Виноградорство виноделия на дону». И вот в рамках кластера у нас существует четыре проекта. Первый — это образовательный проект, который позволяет готовить кадры сегодня, потому что проблема в каждой отрасли — это кадры, да, потому что за тем или иным результатом стоят конкретные личности. Второй проект — это проект межпроизводственных отраслевых связей. Что это значит? В этом проекте скооперированы производители винодельческой продукции, предприятия, которые смежно производят, скажем так, комплектующие, да, это начинает тара, упаковка, бутылка и так далее, то есть вот эти производственные связи. Третий проект — это туристический, то есть мы вливаемся гармонично в туристическую отрасль, таким образом популяризируя в целом это направление. И четвертый проект — это развитие фирменной торговой сети. То есть все эти четыре проекта работают и показывают вообще развитие кластера свою положительную динамику. За 2019 год у нас 10% рост в объемах производства, соответственно, в объемах продаж, и мы даже по доле продукции в торговых сетях видим, что в два раза по сравнению с прошлым годом она выросла. И здесь наша совместная работа в рамках кластера важна с медийным сообществом. В этом году у нас сформирован медийный план по популяризации виноградовства виноделия на Дону. И я уверена, что он даст свои результаты, потому что прошлый год, когда мы привлекали федеральных блогеров, наших СМИ активно участвовали в инфотурах и пресс-турах, мы увидели результат, и мы увидели, что эти отрасли способствуют развитию смежных отраслей нашего региона. Дело в том, что когда-то Ростовская область была самой северной частью виноградников всей СССР, скажем так. И у нас активно производили виноград. У нас есть институт виноградарства, в Новочеркасске он находится. И, насколько я знаю, там есть какие-то специалисты, они имеют какие-то знания. То есть отрасль потихоньку, но, возможно, все-таки да, мы видим развитие. А насколько мы можем конкурировать на данный момент с другими представителями виноделия? Потому что нужно отметить, что все равно на наших прилавках преимущественно не наша продукция. Конечно. Но у нас прилавки объемом легальных продаж 4,5 миллиона декалитров, а объем производства на сегодня, к сожалению, это всего лишь 8 миллионов бутылок. Поэтому наша доля, она физически не может, даже все, что произведено, все реализуется в Ростовской области, она не может превысить пока 10%. И наша задача, конечно, увеличивать этот объем. Что касается качества нашей продукции, то признанное международными экспертами в ходе слепых дегустаций, поверьте мне, донские вина всегда являются практически победителями. И правильно вы сказали, у нас по-прежнему, Юля, самая северная зона возделывания винограда. И именно этим наши вина уникальны. Мы, особенно автохтонные сорта, которые исконно наши донские. И здесь, конечно, мы эту работу продолжим по увеличению как объемов производства, так и объема представленности для наших гостей, жителей. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что рассказали. И я лично верю в то, что все у нас будет хорошо, потому что последние пять лет действительно показывают развитие различных отраслей, которые сделали лично мое, и я думаю, что жизнь многих наших телезрителей проще и в каком-то смысле удобней. Спасибо. Спасибо. Торговые предприятия Ростовской области принимают участие во Всероссийском конкурсе «Торговля России». Наши рынки и торговые объекты становятся победителями в различных номинациях. Самое главное, жители региона замечают и отмечают улучшение и развитие этой сферы нашей с вами жизни. С каждым днем у нас тем все более. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok